Ну, на самом деле, автопром это одна из самых, наверное, таких тяжелых историй, потому что в России машины, да, были Жигули, Лады и до сих пор есть, но, к сожалению, это большая разница между западными все-таки машинами и отечественными до сих пор. Да, у нас есть неплохие УАЗы, КАМАЗы, то, что вот такая бронетехника кондовая, то да, мы действительно неплохо делаем, но все равно это далеко не тот уровень, который существует на Западе. И я думаю, что сегодня вот если 60 миллиардов, я слышал, выделили на автопром, то как это выделили? Опять это, возвращаясь к предыдущему вопросу, это же опять коррупция. Как бы ни распилили половину, четвертинка уйдет, может, реально в дело, половину сразу наверху попилит, потом поэтапно вниз, и что-то, может быть, уйдет в автопром. Но не надо здесь выделять деньги, это должна быть абсолютно частная история. Это корпорации, которые, да, государство должно там, может быть, входить каким-то блокирующим пакетом, это 25 плюс акция, но в основном это деньги, которые должны вкладывать частники, тогда они заинтересованы реально, чтобы заработать, тогда они будут следить за каждой копейкой, и тогда из этого может выйти толк. А если просто опять дать деньги, чтобы кто-то что-то сделал, какой-то дизайнер Мерседеса сделал какой-то хороший дизайн, то, я думаю, далеко мы опять не уедем, и опять деньги в песок уйдут, а толку от этого не будет. Дай бог, чтобы я ошибался.